МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я с большим удовольствием готова представить вам нашу гостью, министра финансов Ставропольского края, Ларису Анатольевну Калинченко. Лариса Анатольевна, добрый день. Добрый день, Лайла. Добрый день, уважаемые телеслушатели. Мне очень приятно, действительно, что министр финансов Ставропольского края это настолько очаровательная, красивая женщина, потому что для меня финансы и все, что с этим связано, это такая суровая, тяжелая, почти мужская работа, серьезная. Для вас этот выбор был осознанным? Вы правда хотели этим заниматься, именно этим, цифрами, подсчетом? Именно финансы государственные, это была случайность, потому что образование у меня экономическое, экономистная самолочная промышленность, как написано в дипломе. Я не могла устроиться на работу после окончания вуза и обратилась в службу санятости, и мне предложили поработать в финансовом управлении тогда советского муниципального района. Я пришла туда работать, и вот уже достаточно большое число лет работаем в государственных финансах. У каждого из нас, вне зависимости от того, есть ли у нас какое-то специальное образование, все равно мы сталкиваемся ежедневно со своим личным, семейным бюджетом. Но это такое нечто маленькое, каждому из нас близкое. У вас все в разы серьезнее. И суммы, и ответственность. А сейчас вот утвержден уже бюджет на будущее. Год 2015-й. Нам, конечно, всем очень интересно, на что он ориентирован, чего нам ждать от будущего финансового года. Бюджет Старопольского края социально ориентированный, и по-другому быть не может, потому что Россия – это социально ориентированное государство. Пять отраслей – образование, здравоохранение, культура, физкультура, социальная защита населения – занимают 70% расхода бюджета. Это более 56 миллиардов рублей. То есть, прежде всего, как бы, настрой на социальную сферу. Кроме этого, обязательно в бюджете вот следующего года учитывали мы расходы, необходимые на содержание, как мы говорим, новой сети учреждений. 21 детский сад – программа известная по обеспечению местами детских и дошкольных учреждений. Расходы на содержание этих учреждений также учтены дополнительно в бюджете. Это и заработная плата воспитателей, нужно детей кормить, мягкий инвентарь, просто содержать и отапливать те помещения, которые построены. Это новые учреждения для нас. Кроме этого, в следующем году продолжается целый ряд уже намеченных программ, старт которых был дан либо в текущем году, либо даже в прошлом году. Но одна из них – это программа «Окна», когда мы заменяем планово «Окна» в детских и дошкольных образовательных учреждениях, в школах. На следующий год эта программа будет расширена. Туда войдут еще учреждения дополнительного образования, то, что мы привыкли, дома детского творчества, музыкальные и художественные школы, учреждения профессионального образования, технического образования. И продлен срок действия этой самой программы с 3 до 5 лет, что позволит, в общем-то, в этот период привести в нормальное состояние те учреждения образовательные, которые у нас есть. И дороги. Очень важный момент. Создание дорожного фонда позволяет нам целенаправленно, планомерно улучшать качество дорог в Старопольском крае. И так же, как и в текущем году, крен будет сделан в сторону сельских дорог. То есть больше всего капитального ремонта будет произведено именно в сельских населенных пунктах. Скажите, вот мы услышали о тех программах, и мы знаем о них, да, которые уже реализуются. Мы действительно о многих из них знаем, мы ждем их реализации. А какие новые программы запланированы на 2015 год и подтверждены уже финансово, так скажем? Что это за программа? Правительством предложено в новом варианте бюджета начать мероприятие по укреплению материальной базы учреждений здравоохранения. Вот был известный проект модернизации здравоохранения, который реализовывался в основном за счет федеральных ресурсов. Но эти мероприятия были направлены на приобретение оборудования медицинского, на повышение квалификации врачей. А материальная база наших лечебных учреждений, само состояние зданий, она практически не улучшалась. На это средства федерации не выделялись. И достаточно долгое время этому не уделялось должного внимания в связи как раз с отсутствием ресурсов на реализацию. В следующем году эта сумма более 400 миллионов рублей, которая будет направлена на укрепление именно материальной базы лечебных учреждений. У нас с вами есть в крае проблема по, можно так сказать, медицинской доступности. Петчерско-акушерские пункты, лечебные учреждения в виде участковых больниц, они есть не везде. Их состояние, опять же, желает, как бы оставляет, желает лучшего. Поэтому следующий год, как бы это вот старт программы, которая позволит планомерно, опять же, улучшить материальную базу лечебных учреждений. Это хорошая новость для наших слушателей, зрителей, кстати. Да, и потом следующий год, очень важный год в истории нашей страны, в принципе, это год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И обойти эту дату, столь важное историческое событие, оно просто было невозможно. Поэтому в бюджете предусмотрены средства на то, чтобы отметить, можно так сказать, эту дату. Но не в плане того, что это будут фьюрверки, хотя они тоже будут, безусловно. Но прежде всего, это мероприятия, которые направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, семей погибших, вдов. В два раза увеличен объем расходов на капитальный ремонт жилья. Этой категории граждан составит, по-моему, 60 миллионов рублей. По обращению Краевой ветеранской организации будет проведен ремонт в Краевом госпитале ветеранов войны и труда в городе Пятигорске, на что тоже там сумма почти 35 миллионов рублей предоставляется. И в следующем году, опять же, вот учитывая круглую, да, то есть, можно так сказать, на следующий год предусматриваются средства единовременно, разового, выплата по тысяче рублей. Такой категории, которую мы условно называем дети войны, это люди, которые рождены в военный период, эта разовая помощь будет по тысяче рублей. Соответствующее распоряжение правительства Края уже есть. Мы неоднократно говорили о еще одной программе, капитальный ремонт. Здесь, вот в этой студии, эта тема поднималась уже три или четыре раза. Она тоже, я так понимаю, каким-то образом касается и вас. Хотя... Капитальный ремонт... Многоквартирных домов. Касается ли... Касается бюджета, безусловно. Для вас это серьезно, потому что программа очень серьезная, они много говорят, она действительно на слуху. Я вот хотела поэтому с вами ее обсудить. Мы же действительно не обсуждали ее неоднократно. Капитальный ремонт многоквартирных домов снизилось сейчас. Мы обсуждали, что сейчас немножко там понизили, да, сумму, которую будут выплачивать жители. Вы как подошли в 2015 году к реальности, так скажем, осуществления к старту этой программы? За счет бюджета содержится фонд капитального ремонта. То есть, те средства, которые мы с вами как жители будем платить на ремонт, они пойдут только на ремонт. А все вопросы, которые связаны с содержанием, скажем так, управленческого аппарата, это уже расходы, которые ложатся на бюджет непосредственно. И в следующем году, помимо взносов, которые будем платить мы с вами, как жители многоквартирных домов, еще будут выплачиваться, будут осуществляться как бы расходы и за счет бюджета тоже на капитальный ремонт. Они, конечно, не покрывают всю потребность, но, тем не менее, участие бюджета в этом вопросе есть. Ну и самое главное, я думаю, что вот сейчас услышали, я надеюсь, все поняли, что действительно, я думаю, что нужно еще раз это подчеркнуть, потому что все взволнованы, те деньги, которые будут выплачивать жители города Ставрополя и края, они на зарплаты сотрудников фонда капитального ремонта не идут, потому что, ну действительно, это то, что обсуждается, я думаю, что это важный такой момент для обычных жителей нашего края. Ну и еще один важный момент, который тоже обсуждается, я думаю, в каждой семье и в каком-то, начиная от маленьких коллективов до больших коллективов, это санкции, которые были введены в отношении нашей страны. Скажите, как-то это сказалось, отразилось на Ставрополье, на нашем крае? Вы говорите, вот за столь короткий промежуток времени, когда действуют санкционные ограничения, нет. Но я считаю, что в любой ситуации нужно извлекать плюсы, положительные какие-то моменты. Для Ставропольского края положительным является тот факт, что вот санкционные ограничения, введенные на завоз продукции, продуктов питания, для Ставропольского края это просто плюс. Это ниша, в которую нужно вовремя войти и увеличить не только объем производства сельскохозяйственной продукции, но и объем переработки. И торговать больше, если так уж не зерном, то мукой, чтобы вся прибавочная стоимость оставалась в Ставропольском крае. Мы считаем, что это вот именно для сельхозтовропроизводителей Ставрополья и для переработки это очень хороший шанс. Ограничения, которые, возможно, повлияют на доходы бюджета, их просто нужно учитывать. Но если мы знаем с вами, что на улице идет дождь, мы не можем на это повлиять. Мы с вами берем зонтик. Вот примерно и здесь мы просто должны учитывать возможные последствия, которые могут повлиять на какие-то колебания в поступлении доходов. Мы это учитываем. Более того, я так понимаю, сейчас нужно уловить момент и постараться как раз эти доходы увеличить. Да. Это действительно шанс. Это шанс. Это на самом деле очень хороший шанс. Потому что мы с вами, помните, уже несколько лет может быть, обсуждаем, что продукция на наших прилавках, значит, старопольские производители, нам нужно продвигать свои товары. Ну и не могу сказать, что невостребованная. Я считаю, что наша продукция хорошее хозяйственное очень хорошая. Ну зачастую ведь, ну что тут говорить, да? Приходя куда-то в крупный супермаркет, мы там обратим внимание на яркую упаковку, а не на производителя. А теперь, может быть, вот задумается и в том числе и покупатель, что давайте, может быть, мы тогда поддержим вдвойне активно своих, раз уж они действительно стараются. Ведь продукция-то по качеству очень хорошая. Отличная. Более того, тут-то мы хотя бы можем быть убеждены, что она свежая, что касается особенно каких-то таких товаров, которые там, тех же сыров, которые поступают, да, к нам. Да. Что-то еще. Абсолютно правильно. Поэтому вот полагаем, что это очень хороший шанс именно вот для того, чтобы увеличить объем производства и переработки продукции. Сегодня много вопросов, которые я как-то задаю вам, которые были подготовлены. Они, может быть, вам кажутся такими слегка смешными, но для нас, для обывателей, так скажем, для обычных жителей города и края это действительно важный вопрос. Вот, к примеру, в моем понимании Министерство финансов это такая некая большая бухгалтерия, так скажем, да? То есть такая организация, которая, ну, более масштабная, которая распределяет, куда в этом году или там в этом месяце отдать деньги, кому не дать и так далее. Но я так понимаю, что работа-то ваша как раз этим не ограничена и ваш коллектив работает над чем-то еще. Так вот, какие еще проекты реализует Министерство? Да, такие проекты есть. Мне они очень нравятся. Один из таких проектов, которым я горжусь по-другому не могу сказать, это проект поддержки местных инициатив. Это как раз вот момент, когда граждане принимают участие в расходовании бюджетных ресурсов. То есть они сами определяют, на что потратить деньги. Семь районов Ставропольского края, это Восток. 72 поселения, которые выбирают на сходе граждан или инициативные группы, вносят свои предложения и говорят, вот мы считаем, что для нашей территории, вот для нашего сельского населенного пункта очень важен и выбирают какой-то проект. Они разные по своему направлению. Кто-то выбирает дорожки, да, пешеходные, кто-то выбирает необходимость проведения там мероприятий по благоустройству кладбища, кто-то говорит, нам нужен водопровод, кто-то говорит, нам нужно сделать ремонт в Доме культуры. И вот тот проект, за который жители проголосовали, которые сказали, да, вот именно это нам нужно. Именно на реализацию этого проекта и выделяются деньги из бюджета. То есть те моменты, которые невозможно учесть там для всех, невозможно, то есть как бы понимать, потому что слишком разные проблемы в каждом населенном пункте. А здесь предоставляется возможность решить именно тот, который является наиболее важным, наиболее острым для населения именно в данный конкретный момент. И вот эта степень участия населения очень важна. Еще очень такой хороший момент, который мне нравится в этом проекте. Граждане не только отбирают, что они хотят. Они отобрали проект. Дальше идет участие и контроль вот жителей этого населенного пункта на всех стадиях реализации. То есть отбор подрядчика, кто там победил, как он выполняет работы, насколько качественно, а тут ли он объем выполняет, собственно говоря, который ему заказали. У нас были факты, и они меня радовали, вот по-другому сказать не могу, когда граждане контролировали выполнение работ, увидели, что не то количество работ выполняется, и заставили подрядчика, и он там на, грубо говоря, сэкономленные, их нельзя так назвать, деньги, сделал дополнительно, там, асфальтировал тротуарную дорожку. Ну, это замечательно. И еще граждане участвуют в реализации этого проекта деньгами или своим трудом. То есть, если мы говорим, что это нам на самом деле нужно, я готов что-то дать, я готов выйти на субботник, поучаствовать, посадить деревья, брать какой-то мусор, я готов там помочь деньгами, если я могу. И вот это вот участие населения, когда они не только голосуют, да, и говорят, что да, это мне нравится, я это хочу, давайте сделаем, но они готовы вложиться. Это, во-первых, снижает иждивенческие настроения раз, безусловно, это повышает и гражданскую позицию, гражданскую ответственность, да, и повышает уровень доверия к власти, потому что, если мы говорим, что да, мы выбрали, и власть это реализовала, дает реализовать эту возможность. Но это вот такой очень хороший диалог между обществом и властью. Вот этот проект мне нравится очень. Он реализуется уже достаточно давно, на протяжении 7 лет, и Старопольский край был первым, где этот проект реализовывался в Российской Федерации, и очень успешно как бы вот он продолжается. Другой проект, новый, который мы только начинаем, только будем его делать, это проект повышения финансовой грамотности населения. Проблема эта очень важная для страны в целом, и Старопольский край здесь не исключение. Вы знаете, остаются у нас и обманутые дольщики, и обманутые вкладчики, которые вложили свои накопленные многолетним трудом деньги, и потом они лишаются этих накоплений, что безусловно не способствует их, скажем так, к душевному равновесию, уже не говоря ни о чем остальном. И вот как раз задача этой программы повысить уровень финансовой грамотности, научить ответственно подходить, как выбрать кредитную организацию, в которой вы берете кредит, стоит ли вкладывать деньги именно в этот кредитный кооператив, или работать именно с этой компанией, которая предлагает вам долевое участие в строительстве жилья. Потом пенсионные накопления. Тоже ведь по большому счету большинство наших граждан работает по наитию, и только единицы на самом деле просчитывают, а стоит ли вложить... Изучают вообще вопрос. Да. А стоит ли вложить в государственную пенсионную фондовую накопительную часть пенсии или в некосударственную, какие возможны последствия и так далее, и так далее. То есть вот эти все вопросы, именно формирование ответственного финансового поведения будут решаться через программу повышения финансовой грамотности населения. Это был отбор на уровне Российской Федерации. В 2013 году были отобраны 8 субъектов, среди которых и Старопольский край, что очень приятно. Я знаю, что работа ведется и со студентами в этом направлении повышения финансовой грамотности и даже со школьниками. То есть в принципе работа построена таким образом, чтобы с какого-то уже более или менее сознательного возраста человек учился действительно как-то грамотно подходить к тому, чтобы распоряжаться своими финансами, личными, даже может быть не очень большими. Правильно? Да. В этом году мы участвуем во всероссийской акции повышения финансовой грамотности именно учащихся. Она стартовала 8 сентября, профессиональный день финансиста. И задача всех, кто работает в финансовой системе, это не только финансовый орган, но финансовый блок, это у нас с вами и кредитные организации, и страховые, те люди, которые работают в банковской сфере, это и финнадзор, и в Роспотребнадзор, то есть те, кто более или менее связан с государственными финансами на том или ином этапе. Мы договорились, да, с заявленными участниками акции у нас являются 154 человека, лекторы, которые идут в самые разные аудитории и рассказывают финансы, опять же, на самые разные темы. То есть вот сотрудники Министерства финансов выходили в высшие учебные заведения, в основном это 4-й, 5-й курс наших вузов, ну, где можно было бы уже профессиональным образом говорить о работе с ценными бумагами, о том, как управлять ресурсами на счете бюджета, то есть моменты, которые им пригодятся в профессиональной деятельности. Если мы выходили в аудитории учащихся вот именно средних школ, то здесь в основном было показать, как можно управлять своим небольшим личным кошельком, то есть элементарно даже теми деньгами, которые родители на завтраке дают, как ими можно управлять. И при этом как сформировать свой личный бюджет и самое главное хотелось бы, чтобы они понимали, как существует государственный бюджет, почему налоги платить нужно. Ведь это формирование культуры, налогоплательщика, оно мы считаем, как и все другое, закладывается именно в детстве, в таком раннем сознательном возрасте. Поэтому привитие этой привычки, если хотите, платить налоги вовремя, аккуратно, оно тоже должно быть с детства. Интерес к этому есть у школьников, у студентов? Видно, что им действительно хочется этому научиться или все-таки из-под палки? Нет, со школьниками особенно интересно, вот я бы сказала. Но они вообще пытливые, да, в силу своего возраста. Им интересно все, почему именно такие налоги взимаются, да, им было настолько удивительно, что их родители вообще их платят, оказывается. Мне только хотелось сказать, что, наверное, много и родителей нового узнают от своих же детей, когда они вот чему-то обучатся и придут, расскажут об этом дома. Это, кстати, тоже такая уже цепочка интересная, развитие. Лейла, вот мы с вами сегодня в течение вот нашей беседы сколько раз употребили слово бюджет? Да, приличное количество раз. А откуда оно происходит? Вот элементарно. Никто даже не задумывается, да, всем только подавай денег и все, обникать никто не хочет. Даже вот само слово, оно имеет латинские корни в своем происхождении. Само вот обозначение, вот как мы понимаем сейчас, что это свод доходов и расходов, оно пришло из Англии, когда английский канцлер, представляя в парламенте бюджет, он открывал кожаный мешок, багджет, открывал кожаный мешок, доставал деньги, потому что казна была, что называется, в натуральном поражении, и бумаги какие-то и объяснял. И вот эта процедура называлась открытием бюджета. И потом вот это слово пришло и в русский язык тоже. Вот, даже начиная с этого, начиная с элементарных понятий, действительно. И с истории финансов, да, и с истории налогов и так далее, и так далее. Вот такие вещи мы рассказываем и школьникам, и студентам. Опять же, возвращаясь к каким-то нашим прошлым программам, знаете, мне очень важно всегда, что наши гости приходящие рассказывают о тех или иных достижениях нашего края, которые были на каком-то уровне отмечены. Это разные рейтинги и так далее. Так вот еще для наших, для кого-то может быть новость, но все-таки кто-то может быть знает и слышал, что Ставропольский край в этом году вошел в число лучших регионов страны по качеству управления финансами. Правильная информация? Да, это так. Скажите тогда, благодаря чему или благодаря кому мы достигли столь высоких показателей и насколько сложно вообще вот этого результата добиться? Насколько это важный показатель, в принципе, для региона? Показатель важный на самом деле. он определяет качество управления теми ресурсами, которыми регион располагает. Другой вопрос, да, у нас меньше у кого-то, больше или наоборот, но как мы им управляем, то есть, все ли мы делаем правильно. Ну вот, вот как бы та высокая оценка, 23 региона, которые имеют высокую оценку качества управления бюджетом, они вот как бы подтверждают, что то направление, в котором на сегодняшний день движется правительство Старопольского края, оно абсолютно верное. Что повлияло, то есть, на что обращалось внимание? Это открытость бюджета, то есть, насколько мы доступны и широко информируем население. У нас есть сайт в Министерстве финансов, который так и называется, открытый бюджет, где стараемся более-менее доступной для широкой публики, не имеющей специального экономического образования в форме, показывать информацию о бюджете. Это вот в том числе и программа поддержки местных инициатив, где население самостоятельно может участвовать в распределении какой-то части бюджета, определяя его приоритеты. Это тот факт, что бюджет Старопольского края принимается на основе программ. У нас 97% расходов бюджета имеет программную направленность. совершенно четко мы понимаем, куда мы идем, на что будут тратиться деньги. Не только в данный конкретный период, но и в среднесрочном периоде. Это очень важно. Почему? Мы с вами можем сегодня, в этом году, построить фундамент, на следующий год у нас денег нет, мы его забросили. И все. Деньги реально, в прямом смысле слова, закопаны в землю. Так не должно быть. То есть, поэтому нужен именно трехлетний период. Раз, как бы... Взгляд на перспективу куда-то, да, чтобы понимать... И ответственность, и ответственность, собственно говоря, за принимаемые решения. И как это будет реализовано. С тем, чтобы видеть, что да, вот мы решим эту программу, закончим, забудем о ней, да, и приступим к следующей. Вот именно эти моменты, да, они позволили Ставропольскому краю выйти на высокий уровень управления, как бы, высокую оценку получить. Еще уровень управления долгом. У нас, как и у всех приличных субъектов Российской Федерации, есть определенные долговые обязательства. И самое главное здесь, что не положить все яйца в одну корзину. То есть, у нас с вами для погашения обязательств есть и кредиты банка, есть и бюджетные кредиты, которые мы берем в Российской Федерации, есть и государственные облигации. То есть, если что-то не получится в одном месте, мы, как бы, перекроем это за счет другого. Вот как раз использование всех возможных инструментов и было оценено профессиональным финансовым сообществом, Министерством финансов, что позволило нам дать, как бы, получить высокую оценку. Ну, опять же, масса, я не знаю, учитывалось ли это, но масса интересных проектов, которые, в частности, вы реализуете ваше министерство. Вот об одном из них тоже хочется спросить. Проект под названием «Бюджетный калькулятор для граждан». О нем можно рассказать? Может быть, кого-то сейчас заинтересуем. Да, это новинка. Суть, собственно, его, это такая симуляционная, интерактивная модель, если хотите, игрушка для взрослых, когда вы можете составить свой вариант бюджета. То есть, тот бюджетный калькулятор, который представлен на сайте Минфина «Открытый бюджет» в разделе «Проекты», он есть, он работает, можно зайти, попробовать составить свой вариант бюджета. Он сделал на основе реального, краевого бюджета на 2014 год, и вы можете по своему усмотрению либо увеличить какие-то расходы, либо уменьшить. Но, как и в любой другой игре, есть правило. Правило – это в бюджете такой же, как в физике, закон сохранения энергии. Если вы где-то прибавляете, то где-то должно уменьшиться. То есть, если вы даете, скажем, прирост на бесплатные лекарства, то вы должны понимать, что да, плюс какой, что больше людей их получит, или большее количество лекарств вы можете предоставить бесплатно за счет бюджета. Но тогда мы должны сократить что-то еще. Что? Мы тогда должны с вами закрыть лечебные учреждения, например. То есть, вы видите последствия. Больше всего, я думаю, меня поймут те, кто когда-нибудь играл в игру стратегия. Да. Да. Когда вы выбираете, да, вы решили защищать город, ну, что мы будем держать, там, 10 полицейских, нам бы достаточно двух, ничего подобного, на завтра пришли бандиты, которые разграбили ваш город. Вот примерно здесь, то есть, ситуационная модель, когда вы сокращаете одни расходы, и вы видите, что у вас что-то вываливается, да, и вы не сможете исполнить обязательства. Собственно говоря, зачем это сделано? То есть, с одной стороны, чтобы люди понимали, как верстается бюджет, и при принятии решений, собственно говоря, нужен эти баланс интересов и определенную, как бы учесть все интересы, чтобы не было ущемленных групп. То есть, учесть все, как бы, заинтересованные стороны. С одной стороны. С другой стороны, вы можете увеличить, играя, объем налогов, но вы должны понимать, что вы увеличиваете долговую нагрузку. Вы готовы платить больше налога на доходы федлиц? Вы готовы платить больше транспортный налог, или земельный налог какой-то. То есть, вот эти все моменты учитываются. Для гражданина, для пользователя этой модели, на наш взгляд, это возможность понять взаимосвязь между доходами и расходами, и почему принимаются те или иные решения. Возможность понимания, опять же. Для себя, для Министерства финансов, и для правительства в целом, мы считаем, что это очень хорошая модель, которая позволит лучше понять запросы гражданина. То есть, если мы увидим, что использователи больше, скажем, выражают желание увеличить расходы на здравоохранение, то мы понимаем, что именно здесь просадка, значит, это нужно учитывать для принятия решений. И, опять же, если хотите, это такую, как бы, понять, а как отреагирует население на предложение по тому же увеличению налога. То есть, это обеспечение диалога, что очень важно в нынешних условиях. Времена меняются, и нужно учитывать это. Поэтому вот такая интерактивная модель для людей, которые являются активными пользователями наших сетей и предоставляемых компьютерных технологий. Поэтому приглашаю всех, в общем-то, прийти, попробовать составить свой модель. Я вот вас слушаю и понимаю, что у вас очень серьезная действительно работа, очень сложная, очень ответственная, да, еще раз подчеркну. И мне кажется, что многие ваши проекты, вот о которых вы сегодня рассказывали, они как раз и направлены на то, чтобы вас поняли, осознали, почему это все делается именно так. Потому что, ну, как ни крути, но где-то обсуждая, опять же, у себя в семье или во дворе на улице, гораздо проще поругать. Правильно сказать? Вот, зачем сюда, надо было сюда. А если попробовать сделать это самому и поставить себя на место человека, который принимает какие-то решения, то, может быть, тогда уже становится понятно, почему, да? То есть, я правильно понимаю, что, в принципе, есть какая-то глобальная цель просто действительно сблизить и как-то вас поймут и вы поймете. То есть, глобальная цель вот так друг друга понять и просто... Именно так. Ну, вы знаете, когда есть взаимопонимание, да, когда можно объяснить позицию, тогда, в общем-то, мне кажется, и нет особых проблем. Тогда доверие просто растет. Недопонимание между обществом и властью это очень серьезный момент, потому что все наши вот, да, социальные волнения, которые были там в российской истории, они, собственно, растут из чего? Из недовольства, да? То есть, на самом деле, ведь уровень притязаний на сегодняшний день к власти, да, требования населения, оно ведь гораздо выше, чем это было сколько-нибудь лет назад, да? Я достаточно давно работаю, я прекрасно помню свои ощущения, я рассказывала об этом уже неоднократно, когда в 90-е годы ко мне в кабинет заходит мама с тремя детьми, мы не платим детские пособия на протяжении полутора лет, она говорит, я вот тебе их оставлю, своих детей, вот как хочешь, ты их и корми. Мы об этом забыли. Вот тогда уровень притязаний был, выплатите мне вовремя мою положенную заработную плату, выплатите мне вовремя положенные социальные выплаты, да? Это было ужасно на самом деле. На сегодняшний день уровень притязаний другой, мы уже говорим как бы о том, что нужно что-то отремонтировать, это уже как само собой, уже получается другой уровень притязаний, мы хотим хороший спортивный комплекс, многофункциональный, мы хотим бассейны, мы хотим ледовый дворец, это здорово, понимаете? И вот изменяющийся уровень вопросов, их нужно почувствовать, да? И решить, попробовать их решить, насколько это возможно. И если не могу я купить тебе мою любимую шубу, я тебе должен объяснить, почему я тебе не могу купить, да? Чтобы не было у тебя недовольства, не копилось оно у тебя. То есть вот именно вот такие вот модели и проекты, они направлены именно на это, для того, чтобы обеспечить диалог между... Я именно поэтому, кстати, тоже всегда обращаюсь к нашим слушателям и зрителям с просьбой, прежде чем ругать или высказывать какую-то конструктивную критику в адрес конкретного министерства или конкретного министра, я прежде всего призываю, кстати, зайти вот на сайт, предположим, да? Ведь мы никогда не пытаемся, как мы уже сегодня сказали, проработать, изучить вопрос какой-то, а сразу как-то в сторону недовольства пытаемся себя и своих соседей склонить. Я вот поэтому в финале нашей беседы хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Давайте вот вы поучаствуйте в проектах в нескольких, да? Попробуйте не просто сидеть сложа руки и ждать, когда все случится само собой, и вам построят и детские сады, и детские площадки, и спортивные центры и так далее, а попробуйте тоже как-то на это повлиять, правильно? Программа и проект для этого есть, в том числе на сайте, скорее всего, Министерства вашего. Все это выложено, разработано. Заходите, участвуйте, влияйте, ну не сидите, не сложа руки и не злитесь просто так сами про себя где-то. Все это рассказано на сайт Министерства финансов, очень просто найти, даже если вы не знаете АТОС, а через поисковик любой все это находится. Все очень просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова